Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир новой передачи, которая называется Виктор Смаль. Диалоги о трейдинге. И наш коллега-трейдер из Москвы, Виктор Смаль, уже с нами. Виктор, приветствуем вас! Здравствуйте, участники форума U-Trader. Сегодня я хотел бы с вами поговорить об одной такой теме, наверное, больше касаемо для начинающих трейдеров. Много вот тоже приходится общаться и разговаривать, многие вопросы задают. И вопросы, в принципе, они одни и те же, особенно первые три вопроса, те, которые звучат, когда ты начинаешь разговаривать. Ну, первый вопрос – это сколько можно заработать на трейдинге? Вы знаете, вот в принципе можно заработать, а сколько – это все зависит от того, от многих факторов. От умения, от дисциплины, от психологии вашей, от вложенных средств. И вот, знаете, вот если вы посмотрите, да, вот здесь, видите, большая кучка денег, маленький росток. Вот здесь вообще мало денег. И здесь еще меньше росток. И здесь побольше денег. И здесь больше росток. Вот, в принципе, фонд, который я сегодня избрал для своего беседы с вами, это как раз говорит о том, что чем больше вы вложите, тем больше вы заработаете. Здесь обязательно надо смотреть и то, что риски еще. Чем больше вы вкладываете, тем больше вы рискуете и большими суммами рискуете. Меньше вкладываете денег, меньше рискуете, меньше риски. Поэтому здесь все индивидуально, и надо подходить из психологического состояния своего. Второй вопрос, который тоже люди всегда задают, это – а сколько нужно денег? Ну, здесь, опять-таки, вот я показал, да, на этих примерах, которые у меня стоят. Все это можно посчитать. Ну, например, определиться сначала, а зачем вы пришли на рынок? Что вы хотите от него получить? Многие говорят, там, независимости, многие говорят, там, работать только на себя, не на дядю Васю. Но понимаете, что когда вы работаете на себя, у вас больше зависимость от того, что происходит на рынке, больше зависимость и заставлять себя работать, работать, анализировать, смотреть, психологические перегрузки больше. На работе что вы, в 9 часов пришли, в 18 часов ушли, у вас заработная плата стабильная, и вы все понимаете. А здесь, к сожалению, нет такого, что вы пришли к экрану в 10 часов, в 23.55 из него вылезли, и вы заработали денег. Вы можете проиграть, вы можете проиграть сегодня, вы можете проиграть завтра, вы можете проиграть послезавтра. Потом, да, конечно, может быть, вам повезет, но потом опять может быть череда убытков, особенно по первости, когда вы отрабатываете свою стратегию, вы когда отрабатываете те моменты, которые комфортны для вас, и которые вам помогают зарабатывать на рынке. И это очень трудно. Многие спикеры в своих учебе начинают рассказывать и показывать математические таблички. Ой, я не хочу их показывать, потому что да, они очень красивые. Это Excel. Это простые, сырые цифры. Те, которые можно манипулировать ими там как угодно. И где вы через два года станете миллиардером. Буквально там выполняют даже не очень большие планы. Но вот эти все планы, которые рисуются на месяц или там на день, что вам в день надо сделать там 1%. В день вам надо сделать 2%. Это здорово. Но опять-таки может быть череда убытков или безубытков. Те, которые не позволят вам выполнить этот план. И вы хотите, не хотите, но у вас подсознательно будет мысль о том, что а план-то я не выполнил. А как же план? И поэтому вот эти все борьба, психологическая борьба внутренняя, она иногда приводит к большим ошибкам. Почему к большим ошибкам? Потому что человек, стремясь выполнить план, он пытается, он начинает рисковать. Он начинает двигать стопы, если кто использует стопы. Он начинает увеличивать вход, объем входа. Он начинает пересиживать убыточную сделку, исходя, нарушая какой-то свой money management или risk management. И поэтому вот эти риски идут. И поэтому, отвечая, сколько нужно денег, вы должны понимать. Ну, например, не буду опять приводить экселевские таблицы. Например, поставьте перед собой такое решение, что я хочу зарабатывать в месяц, иметь с рынка 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей – это в год получается 120 тысяч. Берем самый консервативный метод. Самый консервативный метод – это вкладывание в какой-либо банк под депозит. 10 процентов, если брать 120 тысяч, это получается у нас делим на 4, это получается по 120 на 3, это получается, волнуюсь, извините, пожалуйста. 120 на 3 получается у нас 4 тысячи, 4 на 100 – это получается 400 тысяч. То есть, по большому счету, если вы, у вас есть 400 тысяч, и вы эти 400 тысяч вкладываете под 4% годовых, сейчас в Сбербанке 4, там и 1, по-моему, или 4, и 2, то получается, вы будете иметь в среднем… Нет, я вас обманул. Обманул, по-моему. Вот, так, минуточку, чтобы нет. 12 тысяч делим на 4, это получается 3 на 100, 300, ну да, около 300-400 тысяч. И поэтому, по большому счету, вот такими математическими формулами или математическими расчетами вы можете определить, сколько вы можете заработать. Торговля на бирже – это довольно-таки рискованная. Вы можете заработать и 10, и 15, и 20 процентов. Это однозначно. Но вы можете все и потерять. Поэтому, исходя из таких вот хотя бы прикидочных моментов, вы можете уже понять, сколько вам нужно вложить денег, чтобы обеспечить себя в месяц какой-то определенной суммы средств. Следующий вопрос, который всегда все задают – а как научиться торговать на рынке? Торговать на рынке можно несколькими способами научиться. Первый способ – это самостоятельно. Путем изучения литературы, путем изучения тех материалов, которые есть в интернете. И один из способов – это выбора непосредственно преподавателя. Литературу. Вы знаете, много литературы, которую можно прочитать. Я никакую не буду советовать, потому что это чисто индивидуально. На какой-то стадии она интересна, на какой-то стадии она неинтересна. Изучение спикеров непосредственно в интернете – здесь тоже надо исходить из того, что каждый спикер, который в интернете пытается привлечь, он это делает для привлечения к себе своих учеников, которые в последующие также будут ему платить деньги. Деньги за обучение. Я полностью поддерживаю то, что каждый человек должен получать деньги за свой труд. И здесь переходит сразу вопрос к тем спикерам, которые преподают и которые как выбрать спикера. Если взять по моему опыту, то первого своего учителя, который я ранее говорил, если вы посмотрите, не буду называть, потому что я не хочу никого рекламировать, я именно остановился на том, который преподает живую. Ни вебинары никакие, никакие не продает уроки в интернете, а чисто проводит семинары вживую. У него буквально, по-моему, или там 4, или 6 натуральных живых лекций, даже не вебинары, а лекции, которые он проводит по всей России. Он ездит и в Новосибирск, он ездит и на Северный Кавказ, то есть он по всей России ездит и вживую проводит, и которые ты можешь ему задать. Огромнейший плюс у него еще то, что у него бесплатная и бессрочная поддержка, на которую он проводит, у него есть группа, и где он на все вопросы пытается отвечать, потому что он действительно большие, много людей. Это первое. Второе – это те, которые проводят вживую вебинары, которые также можно с ними поговорить, но, к сожалению, при помощи клавиатуры и при помощи набивки сообщений. И третьи спикеры – это те, которые, например, проводят отдельное свое занятие, а дальнейшие уже начинают продавать свои уроки в последующем своим ученикам или тем, кто это пожелал. Поэтому здесь тоже все индивидуально, но я в свое становление, ну не в становлении, а в первое свое обучение как раз остановился на том спикере, который торгует вживую. Поэтому, вот завершая свое это первое выступление, я хотел бы сказать, что не надо ни в коем случае бросаться на те большие цифры, которые используют некоторые недобросовестные спикеры, говоря о том, что он научит вас зарабатывать по 300%, который научит вас зарабатывать по 150%, по 1000% и все остальное. Ни в коем случае не надо. Выбирайте, старайтесь, того спикера, который, может быть, душа лежит. Вот вы посмотрели на него, да, действительно, вроде бы адекватный человек, вроде бы приятной наружности, с которым можно поговорить, которого можно набрать по телефону, которую можно хотя бы словом намолоть и хотя бы услышать. И здесь все это индивидуально. Поэтому, завершая, прежде чем идти в торговлю, вы подумайте, зачем вам это надо? Это первое. Второе. Вы подумайте, что вы хотите от этого рынка и от этой торговли. Третье. Посчитайте именно, исходя из того, что вы хотите от этого рынка и сколько вам надо вложить денег. И третье. Очень аккуратно, очень аккуратно подходите к вопросам выбора своего преподавателя или в последующем учебе. И вот здесь я, конечно, хотел бы сказать слово, что Utrade TV, он очень сильно поможет вам именно в определении того преподавателя, который непосредственно может что-то вам дельное посоветовать. Он не может вам 100% гарантировать и не научит он вас 100% торговать. Это все зависит от вас. Но он хотя бы вам даст те направления, которые в последующем вы постепенно будете изучать. Потому что, разговаривая со своим учителем, вы не только сами себя обучаете. Вы же обучаете этого учителя. Вот чем мне нравятся вот эти преподаватели, которые группы собирают, они себе. Они же больше, не больше, а еще больше, именно получают информацию от вас. Вы с ними делитесь опытом. Вы ему рассказываете, как получилось, как не получилось. И он на основании же вашей именно торговли, он может скорректировать свою стратегию, он может что-то сделать. Поэтому одна из площадок, конечно, это Utrade TV. Другие площадки, это уже смотрите сами. Вот это мои такие маленькие пожелания начинающим трейдерам, которые хотят прийти на рынок. Ясненько. Поняли вас, Виктор. Спасибо вам большое за ваш рассказ по этой точке обсуждения. Виктор, часто звучит такая мысль, что вот я пошел, поучился у учителя, а он меня что-то ничему не научил, и бывает ругает учителя своего, и даже в суд подают. Иногда бывают случаи, что по сути, так сказать, обманули ожидания. Вот как вы к этому относитесь? Как вы считаете, насколько обоснованы могут быть такие претензии? Я считаю, что это неправильное. Почему? Потому что даже вот говоря о своем первом учителе, которому огромное спасибо, вот, знаете, наверное, я скажу, это Александр Резвяков, ему огромное спасибо, потому что, знаете, он многое мне рассказал, ну, как дал мне того, что в последующем, конечно, я корректирую. Корректирую свою торговлю. В настоящий момент, вы знаете, я уже отошел от его стратегии, я не торгую, как он, и у меня были просадки очень большие, да, были нарушения, там, то-то, то-то. Ну, да, действительно, в некоторых моментах стратегия работает великолепно, но в некоторых моментах не работает. В некоторых мне психологически легче работать, например, с другими инструментами, чем те, которые Александр преподавал. Поэтому вот эта претензия по поводу даже в суд идти, что он меня не научил. Ну, вы знаете, если вы читаете книжку по химии, вы же не станете химиком. Вы же не подаете на автора именно в суд о том, что вы, прочитав книжку химии, вы не защитили докторскую диссертацию и не стали Нобелевским лауреатом. Вот, да, по химии. Поэтому вы же не подаете в суд на своего первого учителя, который вас ведет там первые три класса, а в результате вы там одно слово, да, пишете с тремя ошибками. Вот, поэтому я думаю, это абсурд. Абсурд. Единственное, единственное, конечно, если заранее этот преподаватель заверял, а еще прямо говорил там, что все, завтра ты получишь, ну, здесь надо такой спорный вопрос. Здесь надо понимать, что не надо верить на то, что говорится иногда. Надо просто быть немного умнее. Я понял вас. Спасибо, Виктор. Ну, к слову сказать, обычно преподаватели говорят, что они научат тому, как сами торгуют. И тут как бы все понятно. То есть тут претензий, на мой взгляд, тоже быть никаких не должно. Вот, ты выбрал учителя, ты выбрал направление, ты выбрал человека, поучился. В каком-то смысле вот иногда таким людям я говорю, слушайте, ну, хорошо, что вы заплатили небольшую сумму денег, ну, там, все-таки это деньги, да, но, скажем так, не миллионы рублей вложили в это обучение, но вы хотя бы поняли, что это не ваше направление, не ваш стиль. То есть будете искать что-то другое. Так бы сейчас положили туда деньги, торговали бы, все слили бы, вот это было бы гораздо хуже, честно говоря. Ясненько, спасибо. Ну, вот, кстати говоря, Николай Пензо пишет, хочу научиться делать 100% в месяц, вот что мне надо. Евгений Питерский пишет, и я хочу. И я хочу научиться. Ну, понимаете, ну, если делать 100% в месяц, ну, мы действительно бы жили одни миллиардеры, которые в круге нас окружали. 100% в месяц, это, ну, и, конечно, Николай Пензо, наверное, троллит немножечко потихоньку. Ну, ладно, в принципе, все хотят научиться этому. Да. Дальше бы мне о торговле непосредственно достичь того уровня, который инфляцию поедает твою, и который позволяет тебе еще приумножить. А по поводу того, что спикера или учитель научит торговать так же, как он, я считаю, нет. Это надо быть с такой же психологией, как этот учитель. Это надо с такими же руками, как он. Даже вот заходя на пятиминутки, на свечки, да, например, один входит в конце пятиминутки, второй там за 30 секунд, некоторые там еще позже, некоторые в начале, некоторые там... То есть входы тоже разные. А эти пятиминутки прыгают туда-сюда очень сильно. Ну, тут я хочу уточнить, Виктор, имеется в виду, что он будет учить торговать так, как он торгует. А кто сможет так торговать, это другой вопрос. Сейчас мне дай ракетку на Даля, и, так сказать, выпусти меня на Корт. Я же даже с его ракеткой ничего не покажу, это понятно. Потому что другой человек... Да, абсолютно примерно. Вот. Так же и преподаватель, он дает систему, а кто сможет ее применить или не сможет, это уже другой вопрос, естественно. Все от человека зависит. Или там, например, я смотрю, как торгуют среднесрочники, да я бы уже на пятой минуте со скупки или умер бы, или начал кнопки нажимать, потому что, ну, другую, абсолютно другая моторика, другой отношения к трейдингу. Вот. Поэтому здесь, вот именно, абсолютно правильно говорите, что надо найти преподавателя, который, как бы, по психотипу, он близок к вам. Вот это тоже очень важно, это нельзя забывать об этом, на мой взгляд. Ну, по психотипу не знаю, конечно, потому что вот есть такой человек, любитель анекдотов, да, это тоже немножко другой психотип, чем от Александра Резвякова. Он отличается, да. Ну, во всяком случае, тоже у того спикер, тоже много интересного, и во всяком случае, харизма тоже должна быть определенная. Вот. Например, у третьего другая харизма. Ну, у всех разные харизмы. А так, да, действительно, во всяком случае, аккуратно, надо первоначально, не надо пулять деньги на то, что вы не понимаете. Вот придите на Utrade TV, задайте вопросы, спикеры здесь, и учители, здесь появляются учителя. Вы задайте им прямую вопрос, они выйдут и вам ответят вот прямо так вот, как я сейчас выступаю. Ну, прям, это, Игорь, ну, за рекламу. Да, понял вас, процент за рекламу ваш, это без сомнения. Поэтому Utrade TV, это та площадка, опять вот возвращаюсь, я не хочу там сказать, что есть плюсы, есть минусы, везде есть такой, нет у нас идеальных площадок, и другие там форумы, там есть плюсы, есть минусы, не надо говорить, что все, Utrade TV, там сторонник того-то, или там Smart Lab, это то-то-то, там сборище, там непонятное стало хамов, которые там, да почему, почему, мы все общаемся, все разные точки зрения, хамы, ну, хамы, они везде были, которые потроллить любят, ну, не обращать на них внимания. Да, конечно, все люди разные, без сомнения. Спасибо. Виктор, Евгений Питерский задает вопрос, Виктор, когда вы начнете торговать опционы в прямом эфире? Ой, Евгений, ну, только с вами. Вот, эта тема мной тоже сейчас прорабатывается, потому что действительно здесь я хочу построить именно такой, тоже, одной из тем, ну, на площадке Utrade TV или, может быть, самостоятельно, пока не знаю, пока думает, но именно изучение опционов, именно простым языком, и, конечно, при, свою уровень тоже торговли опционами поднять, и понимание тоже, ну, пока думаю, пока думаю, но самое главное, чтобы было это интересно людям, потому что обратная связь, вот, Владимир Мудряков тоже иногда жалуется, ну, и переживает, конечно, я великолепно, как человек понимаю, что у него нет обратной связи, вот он говорит, говорит иногда, особенно по первости, вот у него был такой, а люди молчат, люди что хотят слышать, вот, к сожалению, у нас люди слышат то, что хотят слышать, они хотят слышать, что деньги зарабатывать легко, что можно вложить 100 долларов и в течение года заработать 2 тысячи, что надо ничего не делать, что можно лежать с блондинкой на пляже и иметь машину, квартиру, вот люди что хотят слышать, люди, не ходите к таким, как тонко чувствует душу русского человека, Виктор Смаль, это понятно, спасибо, спасибо, Виктор, Александр Шевенков, давайте попросим Евгения Питерского ответить на ваш вопрос в чате, вот, ну а мы на этом свою работу сегодня будем завершать, Виктор, спасибо огромное вам за ваш рассказ, за ваши идеи, так что двигаемся дальше, будем рады видеть вашу вторую передачу диалоги о тренинге. Да, будем продолжать, я думаю, хоть что-то вы из моих выступлений возьмете, это уже хорошо, всем спасибо, до свидания, здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Спасибо большое, Виктор, вам хорошего дня. Спасибо.